Выходы один в ноль в хоккее дело привычное, даже ситуации два в ноль встречаются довольно часто. Но бывают совсем редкие случаи, когда на вратаря команды выкатываются три и более соперника. И вот тогда зрители становятся свидетелями необычных, но по-своему очень красивых моментов. Сегодня мы собрали для вас нашу десятку подобных случаев. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Начнем с непрофессионалов. Детский хоккей занимает в сердцах болельщиков особое место. Поэтому для разогрева мы предлагаем вашему вниманию вот такой милый результативный выход три в ноль от одной из североамериканских детских команд. Ситуация три в одного встречается в хоккее почаще. Но бывает так, что этот один защитник не представляет для нападающих вообще никакой угрозы. Как будто его там просто нет. Как пример, ситуация с выходом нападающих Tampa Bay Lightning на ворота Toronto Maple Leafs. Без шансов для обороняющейся стороны. Ну и подобный выход в исполнении тройки Федоров Овечкин-Семин, ставший уже хоккейной российской классикой. На этот гол можно смотреть вечно. Наслаждайтесь. Когда вся пятерка решает смениться, не оценив толком ситуацию на площадке, это может привести к катастрофическим последствиям. Хоккеисты Калгари таким нехитрым образом привезли себе атаку три в ноль. Разумеется, игроки Огоньков уже не успели догнать и помешать нападающим Анахайма. Заодно расшатали психику своему вратарю. Очень плохая смена. Очень. Как насчет выхода три в ноль в овертайме? Прекрасная возможность, чтобы выиграть матч. А не для Коди Икина, который умудрился запороть шикарнейшую возможность, пальнув мимо ворот. Такие моменты могут долгое время приходить в кошмарных сновидениях. Представляете, что чувствовали фанаты Далласа? Но для гола при выходе три в ноль недостаточно просто попасть в ворота. Там ведь еще голкипер играет. Эрик Хартсел из Куиннипиак Атлетикс показал, что называть при подобных выходах вратаря нулем – это, во-первых, неправильно, а во-вторых, обидно. А вы что думаете по этому поводу? Пишите ваши рассуждения в комментариях. А как насчет выхода пять в один? Сложно понять, что делали игроки Атавы в данном эпизоде матча против Нью-Джерси. Но точно не то, что нужно. Надо было очень постараться, чтобы не реализовать такой момент. Дьяволы не подвели. Отличный гол Сикоры спас Азубруса. Да, такие эпизоды редко увидишь. Но тем не менее, бывает, подобные ситуации повторяются. На этот раз набедокурили хоккеисты Флориды. Выкатившиеся на защитника и вратаря Пантер пятерки Виннипега не оставалось ничего другого, как результативно завершить атаку. Этот гол должен занять почетное место в персональной коллекции шайб Брайана Литтла. Настоящая вакханалия творилась в одном из поединков между Сент-Луисом и Лос-Анджелесом. Следите за руками. Сначала короли вырвались в атаку 4 в 2, не забили, даже не бросили. И получили в ответ невероятный выход 5 в 1. Тут помутнился разум уже у нападения блюзменов, которые разыграли выход просто отвратительно. Как результат, получили классический выход 1 в 0 от Алексея Паникоровского. Халлок сыграл блестяще и завершил эти безумные 30 секунд прекрасным сейвом. Вот за такие моменты мы и любим хоккей. Нет хуже чувства, когда ты получаешь выход 3 в 0 в овертайме. Весь букет негативных эмоций можно было прочитать на лицах игроков Ванкувера. Джейден Шворц и товарищи раскатали Маркстрюма как на тренировке. Надо полагать, галкипер Касаток в раздевалке высказал своим партнерам все, что он думает о сложившейся ситуации. Самый легкий гол в овертайме в истории блюз. Бонус выпуска! Ну а самым бездарным подобным моментом мы считаем выход молодых американцев 3 в 0 в полуфинале МЧМ-18 против шведов. Это ж надо запороть такой выход, да еще и получить удаление. На этом все. Пишите в комментариях, случались ли в вашей игровой карьере подобные эпизоды. А если вам понравилось это видео, ставьте свой хоккейный лайк 3 в 0 и подписывайтесь на наш канал. С вами была команда Fox Hockey. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok